Я хочу поприветствовать наших сестер, миром Господа Иисуса. Наши сестры находятся в своих церквях. И также тех, кто в этот момент находится по домам, участвуя в этой особой трансляции для наших сестер. Я приветствую всех вас миром Господа Иисуса. Мы в этот момент начнем наше богослужение. Склонившись на колени, чтобы вас звать о крови Господа Иисуса, хотел бы пригласить вас, если вы находитесь в церкви или дома. Участвуйте вместе с нами. Склонитесь на колени перед Господом, чтобы начать это богослужение, воззвав о крови Иисуса. Помолимся Господу. Господь наш Бог и Отец, мы взываем к Тебе, Господь, о силе которой в крови Господа Иисуса. Мы просим Тебя благословения, Господь, на это богослужение, во время которого мы передадим Твои свидетельства, Господь, в отношении Твоего слова. О, благослови каждую сестру, где бы она ни находилась, чтобы Твое благословение в этот момент да покроет их жизни, Господь, да будет Твое общение с Твоим Духом Святым в течение всего этого богослужения. Поэтому мы молимся, просим Тебя о Твое присутствии и проявлении Твоего Духа Святого среди нас, або мы взываем к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Слава Господу. Аминь. Те, кто стоял на коленях, сестры, можете присесть, и мы начнем наше богослужение, спев псалом имени Господня. Пойте вместе с нами этот псалом. И сразу далее мы начнем нашу программу. Взываю к Тебе, о мой Господь, взываю к Тебе, мой Спаситель, Твоею кровью, которая есть жизнь, упреди, благословенный, и меня освободи. Когда за завесу я войду, то воздам Тебе, отдам Тебе всего Тебя в Твоем присутствии, Тебе поклонюсь и Тебя прославлю. Взываю к Тебе, о мой Господь, взываю к Тебе, о мой Спаситель, Твоею кровью, в которой есть жизнь, приди и меня освободи. Аминь. Да будет прославлено имя Господне, захвалу, прославление нашего Господу, в которой мы выражаем благодарность, опокров, крови. И мы поэтому начнем нашу программу в этот вечер для сестер, так как Господь открыл нам. Мы находимся здесь, чтобы передать некоторые свидетельства от наших сестер в отношении того, как воскресная библейская школа получена в церквях, как сестры. Они воспринимают уроки воскресной школы и ответы на вопросы. И мы поговорим сначала о наших сестрах за рубежом, а позже мы поговорим о сестрах в Бразилии. Представим некоторые свидетельства. В этот момент мы начнем нашу программу и начнем с Африки, в Музамбике. Сестра Жизела Абелю, она принадлежит к церкви в столице Музамбика, Мапуту, и эта церковь находится под пасторской рукой пастора Роша. И сестра она поделится с нами. Я приветствую Возлюбленную Церковь Мира Господа Иисуса. Хотел бы передать вам краткое свидетельство о отношении уроков воскресной школы. Хотел бы сказать, что мы очень радуемся и удивляемся количеству откровений, которые Бог открывает, дает своей церкви. Это открывает наше понимание, духовное понимание в отношении проекта, работы, которую Бог совершает в нашей жизни. Мы несем это в наши дома, нашим детям. Несмотря на то, что мы живем далеко, мы являемся одним телом и одной церковью. Сестра Жизел, она говорит об этом свидетельстве, что сестры, они удивляются количеству откровений, которые Господь дарует церкви. И это открывает понимание, духовное понимание в отношении проекта Божия, который Бог совершает среди нас. Очень чудесная фраза этой сестры, ее свидетельство из города, Мапуту, столица Музамбика в Африке. А теперь мы узнаем, услышим свидетельство о сестре из Англии. Мы хотели бы пригласить нашу сестру Элизабетчи, Молинари. Она даст свидетельство в отношении воскресной школы. Она является частью группы сестер из церкви в Гринвиче в Лондоне. Эта церковь находится под пасторской заботой. Пастор Адемир Лоджи сестра Элизабетч поделится с нами свидетельством. Мир Господа Иисуса, пастор Жисон, мир Господа Иисуса возлюбленный. И мое участие, мое свидетельство, участие в воскресной школе и также собраниях, на которых мы обсуждаем вопросы, это очень важно для моей духовной жизни. Мы собираемся, когда мы собираемся с пастором Демиром, с братьями и сестрами из нашей церкви в Гринвиче, что происходит, это то, что Господь приводит нас, подводит нам, открывая нам Духом Святым, драгоценный, сокровищем в Его слове. И братья и сестры, каждый, кто участвует, они приносят познание, переживания, которые они имели, и мы делимся друг с другом этими свидетельствами, делимся нашим пониманием, это укрепляет нашу веру. Для нас это является убежищем в эти трудные времена, а также, когда приходит воскресенье, когда мы, очень важно сравнить ответы на вопросы, которые мы слышим и других церквей, зачастую это одни и те же ответы, одни и те же места из Писания, как бы, иногда это другие аспекты, но в любом случае эти переживания для нас, это познание, то, что я лично получаю в отношении воскресной школы, участвую в воскресной школе, как во время самой школы, а также и в Библии, и со всей церкви, написано 1 Коринфянам 2, 9, не видел того глаз, не слышал этого уха, и не расходил то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, но нам Бог открыл это духом своим, и это совершается именно в моей жизни, происходит в моей жизни, это то, что воскресная школа значит для меня, это откровение Духа Святого, Божия, не знает никто, кроме Духа Божия, но мы не получили Духа мира всего, но Духа, который пришел от Господа, чтобы мы знали, что было даровано нам Богом. Послюбленные сестры, да будет прославлено имя Господне, потому что Он совершает свою работу среди наших сестер, и участие сестер в воскресной библейской школе в этом свидетельстве с сестры Элизабетчи, и она говорит, что во время собрания Господь приводит сестер к ответам, которые Дух Святой открывает им. Слава Господу! Чудесное свидетельство нашей сестры, а также когда они сравнивают ответы, которые они сами нашли, и они видят, что зачастую те же самые стихи были открыты другим сестрам, они узнали тот же ответ, и это чудесно, потому что ответы на вопросы оскарственной школы обогащают. Этих сестер. И теперь мы услышим свидетельство, и мы перенесемся из Англии в Германию, и услышим свидетельство нашей сестры Бьянки, Бьянка Уитсел, она является частью группы сестер из церкви в Мюнихе, Германии, чьим пастором является пастор Рикардо Бравин, и она скажет на немецком языке. Я приветствую всех, мир Господа Иисуса, меня зовут Бьянка Витсел, я член христианской церкви Марина. И в этот момент я хотела бы поделиться с вами важностью того, что Библейская Воскресная школа приносит для нас, потому что мы объединены одной доктрины, и если мы находимся в теле, то мы получаем утешение от одного Духа, и через Воскресную Библейскую школу Господь говорит нам очень сильно, принося нам ответы для нашего духовного хождения с Ним. Аминь, слава Господу, мы получаем от нашей сестры из Германии, которая поделила свидетельства на немецком языке, это Воскресная школа, мы на самом деле получили множество свидетельств, которые присылают нам в отношении Воскресной Библейской школы, и они приходят из различных уголков земли, и мы также представим другие свидетельства из других стран, и мы радуемся видеть, что Воскресная Библейская школа принимается нашими сестрами по церквям, и церквям, которые находятся общения с нами по всей земле. Давайте мы услышим слово, вспомним такую фразу с истребьянки, она говорит, когда мы съединены откровением учения, открытым учением, мы можем быть частью одного живого тела, через воскресную школу Господь говорит нам обильно и приносит нам ответы на наше духовное хождение с Господом. Это замечательное свидетельство сестры, того, что Бог совершает среди сестер в Мюнхене, в Германии. И мы продолжим, и перенесемся теперь из Германии, перенесемся в Центральную или Среднюю Азию, услышим свидетельство сестер из Казахстана. В Казахстане у нас есть очень активная группа сестер, и одна из них передаст нам свидетельство. Хотел бы пригласить сестру, чтобы она поделилась с нами в отношении воскресной библейской школы из города Актау, который находится в Казахстане, чьим пастором является Андрей Етлук. И мы хотели бы пригласить сестру Инка Имбаева, чтобы она поделилась с нами свидетельство о отношении воскресной библейской школы в городе Актау. Мир Божий, я хочу сказать о воскресной школе. Это так нам важно. Когда началась пандемия, мы не могли собираться в церкви. И тогда Бог показал сновидение кафедрой, человек за кафедрой, читал Слово Божие и задавал вопрос, о чем говорится в Слове. И зал был большой, много людей, некоторые вставали и говорили комментарии. По месту писания передо мной говорил брат Евгений Гондарев. Потом я встала и ответила «Здесь говорится о служении ангелов». И человек за кафедрой сказал правильно. Когда я записала и передала духовный совет для рассуждения, то когда вопросили у Господа, то ответил, что нужно возобновить воскресную школу. Служение братьев в Совете очень важно всякому мужу глава Христос. Они мужи Божьи. И они советуются, молятся, попрошают Господа. И Господь отвечает. И так церковь узнает волю Божью. И живет по воле Божьей. Вся слава Господу за то, что за это служение. Слава Богу за всех служителей, которые братья служат в церкви. Мы всегда вопрошаем, просим у Совета подходим, сейчас мы звоним, передаем дары, которые Господь, откровения, чтобы они могли иметь развлечение от Господа, это ленины, от Господа, чтобы ничто человеческое не входило в церковь. Боже, потом мы же свои нужды открываем, передаем, звоним пасторам, записываем и передаем, потому что нам очень сложно сейчас, когда мы не собираемся, когда мы не видимся, и разные ситуации бывают в семьях. и слава Богу, в моей семье очень много изменений. Муж меняется и хочет иметь общение с пастором Андреем. я много молилась за него, чтобы Бог дал ему друга такого, с которым он мог бы открыто общаться. И однажды он мне говорит, что когда именно с Андреем, пастором Андреем общается, у него мир на душе, и он спокойно может говорить обо всем, потому что он человек, еще не познавший Бога, он видит разницу между верующими и неверующими, потому что неверующие люди, они не слушают и не поддерживают его, поэтому это слава Богу, потому что спасибо за ваши молитвы, которые вы воздаете Богу, вся слава Богу за все, то мы в теле, что мы можем молиться друг за друга, то в наших семьях родные и близкие они видят разницу между верующими людьми и неверующими. В этом есть для нас большая привилегия, что мы можем являть и своей жизнью показывать Христа, нести Евангелие, говорить слово, то это очень даже хорошее служение, потому что один на один очень сложно быть, даже если мы говорим Господом, мы Ему отдаем, молимся, но ответы не всегда мы сразу не получаем, поэтому в теле Господь открывает, слава Богу. Сестры, какое чудное свидетельство сестры на русском языке из Казахстана, которая говорит нам о своем свидетельстве отношения воскресной библейской школы, отношения того, что Бог показал ей во сне, и что они читали Слово Божие, и задавали вопросы, это чудесно, как Господь подтвердил в сердце сестры Инкар из церкви Вакта в отношении воскресной библейской школы, а также то, как она видела в своем сне, что человек с кафедры сказал ей, что это был правильный ответ. Очень чудесное свидетельство нашей сестры в отношении того, что Бог совершает в той церкви в отношении воскресной библейской школы. Интересно также ее свидетельство, что сестра нас славит Господа, потому что пастора, которые участвуют в воскресной библейской школе, они передают воскресную школу для всей церкви, и мы рады, и мы также хотим, были тронуты благодарностью сестры за наш вклад в помощь церкви Вактау в отношении воскресной библейской школы, и они также используют уроки для воскресной библейской школы, для детей, и мы получаем свидетельство, да будет прославлено имя Господне, таким образом, возлюбленные, в этот момент мы услышим молитву благодарности одной из сестер из Бразилии, а также после этого мы споем псалом имени нашего Господа, и после этого мы продолжим и расскажем еще некоторые свидетельства из церкви в Бразилии, Господь наш Бог и Отец мы славим Тебя в этот момент за Твою великую любовь, за Твою милость, за Твою поддержку с каждым днем, Господь, мы хотим прославить Тебя, Господь, за чудесные учения воскресной библейской школы, эти учения, которые направлены на то, чтобы сохранить наше спасение, чтобы мы могли служить Тебе, Господь, в верности, мы славим Тебя, Божия, потому что с каждым днем, Господь, Ты пробуждаешь нас, чтобы мы были в Твоем присутствии, в верности, в послушании и в страхе Твоем, мы славим Тебя, Господь, ибо чудесным образом, Господь, Ты показал нам Твою любовь к нам, научая нас ходить в Твоем присутствии, помоги нам, Отец, ходить пред Тобой и каждый день делать благой, добрый, выбор, быть Тебе верным и, Господь, и жить в Твоем присутствии, мы славим Тебя за эти чудесные уроки Воскресной Библейской школы, во имя Господа Иисуса, аминь. Жизнь моя такая пустая, Иисус Христос, В моей жизни В моей жизни однажды воссиял Иисус. Я родился снова, чтобы осознать любовь, которую Христос имеет ко мне. Иисус нашел меня, и ныне несчастлив я, несчастлив я. Чтобы найти меня, он утерял свою жизнь, мой Иисус, добрый пастырь, рука, что на кресте пронзилась, была пронзена, она спасла меня, грешника, и тебе, Иисус, вечный Агнец. Я исповедую, что ты спаситель мой, и ты омыл меня в своей алой крови. Я так слаб, я так мал, по заботе обо мне со своей любовью, как о цветке, о маленьком цветке в твоем саду, как о самом маленьком из цветков в твоем саду. в твоем jardине. я так слаб, ты омыл, и ты омыл, и ты омыл, и ты омыл. Слава, да будет воздана имени нашего Господа, как чудесно, что мы можем прославлять Господа за свидетельство, которое мы уже получили в отношении умножения Слова Божия, открытого Слова, Духом Святым среди церкви, которая использует наших сестер как инструменты в его руках. Да будет прославлено имя нашего Господа. А теперь мы передадим вам некоторые свидетельства наших сестер здесь, в Бразилии. И среди этих свидетельств наши сестры, они представят то, как они участвуют в воскресной библейской школе и посылают нам ответы. Это будут свидетельства через ответы, которые сестры дают на вопросы воскресной школы, вопросы, которые посылаются нашим молодежи, нашим тружникам и нашим сестрам. И они дадут нам ответы на эти вопросы. И хотели бы пригласить из штата Рио-де-Жанейро сестру Адриану. Она из группы сестер из церкви Кантагалу Трез Риус в штате Рио-де-Жанейро. Она даст нам ответ на вопрос номер 3, воскресная библейская школа 6 декабря 2020 года. И мы увидим, как наши сестры, они участвуют в воскресной библейской школе. Сестры, возлюбленные, мир Господа Иисуса. Меня зовут Адриана из церкви Кантагалу, из города Трез Рио-де-Жанейро. Пастор мой Венисиус Доменезис в отношении вопроса, который был задан сестрам во время воскресной школы в 13 главе Евангелия от Матфея в 44 стихе Господь Иисус говорит о 5 притче о царстве. И мы должны были провести параллель между этой притчей и церковью Сардиса из Откровения. Один человек, человек нашел, кто этот человек? Это Мартин Лютер, он нашел сокровище, сокрытое в поле. Что это было за сокровище и что это было за поле? Сокровище говорит о Слове Божьем, которое является нашей, направляющей нашим компасом, направляет нас. Он преображает нас в Слово Живое, которое имеет силу и действенно, чтобы изменить нашу жизнь. Это Слово, которое обновляет нашу жизнь. И поле это говорит о нашем сердце, когда мы ценим это сокровище, Слово Божие. Оно открывается нам, и мы живем жизнью, исполненные переживаниями с Господом. Он нашел это сокровище и спрятал его. В книге Псама, в 118 главе стихи, в 11 написано, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобой». Когда мы храним Слово Божие в нашем сердце, мы живем жизнью в освящении, мы ищем Господа, посвящаем себя Ему и признаем, что нет ничего более драгоценного, чем наше спасение. Он купил поле, на какие сокровища, на какие деньги. Это не говорит о человеческих деньгах, это говорит о нашей верности, о наших ценностях, таких как наша верность, наше время, наше посвящение. И сравнивая с церковью в Сардисе, сегодня очень множество людей, которые находятся в церквях, но не признают настоящей ценности Слова Божия, такого чудного сокровища. Они ищут другие сокровища, сокровища для этой жизни, вещи приходящие, которые гибнущие. Но в книге Откровения написано, есть всегда верный остаток, который признает, что нет ничего более драгоценного, чем наше спасение. Аминь, возлюбленный мир, Господь Иисус. Сестры, мы можем услышать то, как содержимое ответа, она отвечает полноценно на вопрос воскресной школы в участии наших сестер. Сестер, сестра очень прекрасно сказала, один человек, человек нашел сокровище, также она сказала, что поле, в котором он нашел сокровище, это сердце человека, и также то, как человек купил это поле. И отвечая на этот вопрос, сестра могла показать свое участие, участие наших сестер, и дала ответ на вопрос номер три воскресной библейской школы 6 декабря 2020 года. И теперь мы услышим ответы штата Санта-Катарина, ответ на вопрос воскресной библейской школы. Этот вопрос, этот ответ мы услышим от сестры Суэлана, она из церкви города Сан-Жозе, из штата Санта-Катарина. Она ответит на второй вопрос воскресной библейской школы 13 декабря 2020 года, который говорит о практической ценности учения о том, что Иисус есть единственное посреди между Богом и человеками, и наша сестра Суэлана. Отвечая на вопрос второй, текст, который затронул меня, находится во второй Тимофее, первый Тимофей, извиняюсь, 2-5, библейдин Бог, единый посредник между Богом человеком и человеком, Иисус Христос. Для меня это имеет великую цену, чтобы я знаю, что Бог, Он слышит мои молитвы, когда я взываю к Нему крови Господа Иисуса. Любовь Божия настолько велика, что Он стал посредником между мною и Богом. Он понес мои грехи на кресте, Он заплатил цену за мое искупление. Это любовь Божия, с которой Он отдал Свою Сыну, чтобы Он умер за меня. Поэтому я могу принести Ему мои слезы, мои проблемы, но также мою благодатность. И Он, как посредник, служит между мной и Богом. Иисус, мой лучший друг, Он дает нам доступ к Отцу в любой момент моей жизни. Мы славим Господу, ибо мы имеем эту привилегию, это благословение иметь этого посредника. Слава Господу, сестры! Какое чудесное действие, как Бог совершает, помогая нам в ответах на вопросы воскресной библейской школы. Слава Господа, сестра говорит о практической ценности этой темы в ее личной жизни. И то, как Бог всегда готов слышать молитвы своих слуг, которые используют ресурс вызывания крови Иисуса. И она открыла для себя, что Господь стал ее посредником. Господь Иисус стал ее посредником между ней и Богом. Что за чудесное свидетельство, что за чудесное открытие для нее. И она может, она говорит, я могу унести Ему мои печали и мои благодарности к ногам Господа. Очень замечательный ответ нашей сестры из Санта-Катарины, церковь в штате Санта-Катарина, Суэлана, наша сестра. Благодарим вас за чудесный ответ. Также мы услышим другое свидетельство, ответ на другой вопрос. В этот момент мы пригласим сестру из штата Сан-Паулу. Мы говорим о сестре Дебри. Она является членом группы сестер из города Итакера в Сан-Паулу. И она ответит нам на вопрос воскресной школы 13 января 2021 года. И вопрос, он следующий. Причины, результаты отступничества. И укажите причины и результаты отступничества. И она даст нам ответ на этот вопрос. Возлюбленный мир Господа Иисуса. Отступничество – это когда человек оставляет веру. Он уклоняется от истины Слова Божьего, от истины Евангелия. Многие начинают презирать Христа и верить в лжи. И как написано в книге Откровения, 3 глава, стих 17. Мы можем увидеть 5 видов служения, которые находятся в упадке. Как ты говоришь, я богател. И ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен. Он и наг, и слеп. И мы можем увидеть следующую. Апостол – он человек несчастный. Потому что он не имеет уже свидетельств. И пастор, он живет, он нищий, слеп. И учитель, он не имеет уже чем поделиться. Очень замечательное свидетельство о служении, которое отступило от веры. И как результаты – это упадок этого служения. Положение, в котором находится пророк, евангелист, апостол, учитель. И заключительная фраза, она привлекла наше внимание. Ибо упадок служения – это когда учитель, он уже наг, и он не имеет, что передать своим ученикам. Очень интересный ответ нашей сестры, ответ на вопрос 13 января 2021 года. Господь да благословит нашу сестру, слава Иисусу. И мы подходим в этот момент, к концу нашей программы. В этот момент мы хотели бы пригласить наших сестер. Давайте прочтем Слово Божие. Мы прочитаем Евангелие от Марка, глава 16, стих 15. Евангелие от Марка, последняя глава, глава 16. Мы также будем проецировать на экране 16 глава, Евангелие от Марка, 15 стих. Для всех тех, кто находится в церквях или дома. Евангелие от Марка, 16 глава, стих 15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Аллилуйя, слава Господу. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Возлюбленные, как чудесно, когда мы читаем это Слово Божие после этих свидетельств в отношении того, как Слово Божие распространяется и оно провозглашается нашими сестрами, сестрами из нашей церкви во всех местах. Не только в Бразилии, но также и за рубежом, в различных странах. И мы славим Господа за то, как и это Евангелие, Евангелие Благодати Божией провозглашается через учения, через уроки воскресной школы. И многие души спасаются через труд наших сестер в отношении воскресной библейской школы. Да будет прославлено имя нашего Господа. Я хотел бы пригласить возлюбленные, всех сестер, давайте в этот момент мы помолимся Господу, прославим Господа. Давайте мы возблагодарим нашего Господа за эти чудные свидетельства. И я приглашаю всех, давайте мы встанем на наши ноги перед лицом нашего Господа и помолимся Господу. Господь наш Бог и Отец, мы славим Тебя, Отец, и прославляем Твое имя за то, как Твой Дух Святой прикасается к нашим сердцам, через эти свидетельства, которые Твои сестры, они несут в отношении труда, такого чудного труда, который приносит столько результатов. Совершаем и труд совершаем нашими сестрами, сестрами и Твоих церквях. Да будет имя Твое прославлено за эти чудные плоды для Твоего Царства. И мы славим Тебя и прославляем Тебя. И просим Тебя, продолжи благословлять нас, твоих сестер в этом труде. Да будет прославлено имя Твое, Господь. Мы молимся к Тебе во имя Господа Иисуса. Аминь. Чудная благодать нашего Господа и Спасителя. Иисуса Христа, любовь Бога Отца и нежное утешение общения Святого Духа Божия. Да пребудет со всеми нашими сестрами отныне во веки. Аминь. Аминь. Да будет прославлено имя Божие. Мы на этом заканчиваем нашу трансляцию для наших сестер. И мы советуем, сестры, продолжайте участвовать. Присылайте нам ваши вопросы, ваши ответы. Свозите свидетельства, чтобы Господь мог продолжать использовать наших сестер во славу имени Господа Господня. Мы прощаемся со всеми вами. Миром Господа Иисуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok